Приветствую, друзья. С вами Тимур Гаранин. Для тех, кто со мной не знаком, я занимаюсь созданием образовательных материалов по физике, электронике и радиотехнике. На моём YouTube-канале уже достаточно много роликов об антеннах, и в том числе о фрактальных антеннах. Интерес публики к этому типу антенн не угасает, наоборот, возрастает. И это неудивительно. Фрактальные антенны позволяют совмещать такие качества, как компактность, широкополосность и удовлетворительное усиление. Выдающийся набор параметров. Тем не менее, на сегодняшний день фрактальные антенны существуют практически как феномен. Математический аппарат либо полностью отсутствует, либо содержится в редких научных работах и сложен до абсурда. Можно найти множество работ, в том числе любительских, по исследованию частотных свойств фрактальных антенн. Но эти свойства анализируются либо постфактум по готовой антенне, либо путём компьютерного моделирования. Как такового, алгоритма расчёта частотных свойств фрактальных антенн практически не встречается. В конце концов, пора разобраться с этим классом антенн и создать более-менее прозрачный алгоритм их расчёта. Эта тема требует серьёзной проработки. Хватит ли у меня компетентности, чтобы это сделать? Последние три месяца я как раз и занимался разгребанием фрактальных завалов, систематизированием всей информации о свойствах фрактальных структур в железе, в результате чего родилась новая книга «Фрактальные антенны и линии задержки». И у меня для вас хорошая новость. Математический аппарат возможен и существует. Более того, упорядочен мной для достижения максимальной прозрачности. Но к этому мы подойдём чуть позже. А сейчас давайте пройдёмся по книге. Книга представлена в формате PDF и имеет интерактивное оглавление, которое при таком объёме материала просто необходимо. Начинаем с самого простого. Разбираемся, что такое фрактальные антенны. Выясняем, что у них постоянная размерность и известное число итераций, что делает возможным создание математического аппарата. Далее указываем на преимущества и недостатки фрактальных антенн. И перечисляем главные сферы, в которых применяются фрактальные антенны. В главе «Принцип работы фрактальных антенн» разбираемся, откуда у них несколько резонансов, в отличие от линейных антенн с одним резонансом. В следующей главе мы рассматриваем самые типичные элементарные структуры, которые являются излучателями во фрактальных антеннах. А также, какое влияние имеют элементы промежуточных порядков. В главе, посвящённой диаграммам направленности фрактальных антенн, мы разбираемся, почему их диаграммы направленности имеют такую сложную форму, такую сильную частотную зависимость, и есть ли вообще смысл применять здесь привычный подход к анализу диаграмм направленности. Далее следует крайне важная глава, в которой мы анализируем частотные свойства фрактальных антенн. Обнаруживаем, что резонансы фрактальных антенн отличаются от резонансов линейных антенн и при такой же длине полотна, и при таких же габаритах. Выясняем, что вызвано это тем, что с математической точки зрения размерность фрактальной кривой больше единицы. Следовательно, расчёт как для линейных антенн здесь не уместен. С физической точки зрения это объясняется наличием огромного количества емкостных, а также индуктивных связей, вследствие чего сигнал в полотне фрактальной антенны распространяется быстрее, чем в полотне линейной антенны. Мы привыкли считать, что в линейной антенне сигнал распространяется со скоростью света, с поправкой на коэффициент укорочения. Так вот в полотне фрактальных антенн сигнал распространяется заметно быстрее. Показываем, что при попытках компьютерного моделирования и определения резонансных частот нас часто ждут расхождения с экспериментальными данными. Выясняем, чем это объясняется. Рассматриваем примеры резонансов элементов фрактала. На примере первой итерации фрактала Коха в рамочной антенне показываем, откуда взялся второй резонанс. Делаем предварительные выводы относительно широкополосности и коэффициента усиления фрактальных антенн. В следующем подразделе мы обсуждаем такую потрясающую возможность как манипуляция резонансами фрактальной антенны. Обнаруживаем, что изменяя размерность фрактала и количество итераций, мы можем не только перемещать резонансные частоты, но и сдвигать и отдалять их друг от друга. Фрактальный подход предоставляет нам беспрецедентные возможности по управлению частотными свойствами антенны. Мы можем создать теоретически любую картину резонансов антенны. Более того, никто не мешает нам объединять в решётку фрактальные вибраторы с взаимодополняющими частотными свойствами и получать усиление во всей полосе без провалов. Следующая глава посвящена коэффициенту усиления фрактальных антенн. Разбираемся в объективных причинах ухудшения усиления. Уменьшение эффективной длины антенны и появление контртоков наравне с искажением поляризации и диаграммы направленности. В главе «Сопротивление и согласование фрактальных антенн» мы выясняем, что активное сопротивление падает с увеличением количества итераций. Это не беда, так как сопротивление антенны можно регулировать, смещая точку подключения к фидеру. Но это одновременно меняет режим работы антенны. Более того, согласовать антенну во всём диапазоне частот невозможно принципиально. А далее нас ждёт самая важная глава, ради которой как минимум стоит изучить эту книгу. Мы разбираем математический аппарат, позволяющий рассчитывать частотные свойства фрактальных антенн. Мы определяем размерность фрактала, количество итераций, вычисляем частотный коэффициент, рассчитываем частоту линейной антенны, подвергаемой сворачиванию во фрактал, находим её длину волны и четверть длины, определяем габарит результирующей фрактальной антенны после сворачивания. Всё это разбираем на конкретных примерах. Более того, рассчитываем частоты высших резонансов. Такого аппарата нет нигде в готовом виде, только в этой книге представлен такой инструмент. В следующей главе рассматриваем алгоритм создания фрактальной антенны из линейной. Проводим уже известные расчёты, определяем размерность, частотный коэффициент, вычисляем частоту антенны перед сворачиванием и её длину. Выполняем эти операции для антенн первой и второй итерации квадрата коха. Следующая глава посвящена созданию рамочных антенн. Сначала создаём обычную рамочную антенну на заданную частоту. Далее, проведя уже знакомые расчёты, создаём рамочную антенну первой итерации квадрата коха и находим кроме основной частоты, частоту второго резонанса. После этого создаём рамочную антенну на заданную частоту уже второй итерации квадрата коха. Для неё мы находим уже два высших резонанса, привязанных к её внутренним структурам, а также результирующий габарит антенны и длину её полотна. Показываем, что сегментация фрактальной антенны убирает самый низкочастотный резонанс, сохраняя высшие. Далее мы рассматриваем, какие преимущества дают нам фрактальные антенны, выполненные на поверхности печатных плат. Показываем, что самые выгодные варианты – это кривые заполняющие пространство и патч-решётки, так как именно эти типы антенн максимально эффективно используют ресурс платы. В главе «Древовидные фрактальные антенны» мы рассматриваем, какие преимущества дают нам фрактальные деревья. Готовые делители мощности, согласование всех ветвей и эффективное заполнение пространства. Примеры, где уже используются древовидные фидеры, какие типы деревьев существуют и каковы их особенности. Дальше рассматриваем, как работают щелевые фрактальные антенны. Исследуем и одиночные излучатели, и древовидные структуры и решётки с излучателями различных форм. На примере салфетки Серпинского определяем, что самоподобные треугольные элементы работают как элементарные излучатели решётки, формируя множество резонансов. С точки зрения использования пространства самыми эффективными структурами являются кривые пиано. Рассматриваем особенности кривой Гильберта, алгоритм построения P-образной кривой на квадратной плоскости и алгоритм преобразования линии. Также способы создания рамочной антенны на основе P-кривой Гильберта. В качестве второго примера рассматриваем S-образную кривую, алгоритм построения фрактала с несколькими способами чередования S-элементов и характеристики результирующих кривых. Изучаем варианты построения рамочных антенн основными способами и комбинированными. Проводим сравнение характеристик рассмотренных кривых. Сравниваем примеры создания диполей на квадратных плоскостях и особенности преобразования линий двумя фракталами. Далее мы подходим к изучению фрактальных линий задержки. Сначала вспоминаем, что вообще такое линии задержки, зачем они нужны, каких типов бывают и какие у них особенности. Строим фрактальную линию задержки на основе кривой Гильберта и справедливо указываем на её преимущества. Далее строим линии задержки на основе S-образной кривой. В трёх вариантах в зависимости от положения и типа чередования S-элементов. Оговариваем возможность управления характеристиками фрактальных линий задержки путём манипулирования их габаритами, количеством итераций, чередованием и положением их элементов. После чего переходим к самой известной структуре в линиях задержки – меандру. Изучаем из каких элементов он состоит и что влияет на его погонные параметры. Как манипулировать форм-фактором и габаритами для достижения заданных параметров. Примеры однопроводных и двухпроводных меандров. Так как мы уже разобрались и с фрактальными вибраторами, и с древовидными структурами, и с методами упаковки линий задержки, то нам ничего не мешает всё это использовать для построения антенных решёток. Для начала мы создаём делители мощности из древовидных фракталов, получая готовую согласованную параллельную структуру фидера, способную работать во всём диапазоне частот. Дальше применяем фрактальные линии задержки для уплотнения решёток с последовательным включением вибраторов. Используя свойства фрактальных структур работать в режиме антенной решётки, мы создаём одно и многодиапазонные структуры из плоских треугольных и прямоугольных вибраторов. Исследуем наши возможности по максимально эффективному использованию ресурсопечатной платы и возможности по созданию широкополосных щелевых решёток. Последняя глава посвящена практическому изготовлению фрактальных антенн. Сначала расписываем алгоритм создания простой проволочной фрактальной антенны, после этого алгоритм изготовления антенн на плате, а затем оговариваем последовательность действий, которая позволит достичь наилучших результатов с наименьшими затратами ресурсов при моделировании и натурной доводке антенн и антенных решёток. Оканчивает книгу «Заключение», в котором мы подводим итог тем возможностям, которые открывают для нас фрактальные алгоритмы в построении антенных систем. А возможности эти беспрецедентны. Изменяя размерности фракталов на разных итерациях, сдвигая и разделяя резонансные частоты, мы можем гибко формировать рабочие полосы антенн в любом частотном диапазоне и любой ширины. Ну что ж, вот над каким материалом я работал последние три месяца. Несмотря на то, что книга уже получилась объёмной, я должен справедливо отметить, что исследования в этом направлении находятся на начальном этапе. Нас ждёт самый настоящий эволюционный скачок в физике и математике, когда мы в полной мере научимся использовать фрактальный подход. Настоятельно рекомендую книгу к прочтению, во-первых, радиотехникам и во-вторых, всем специалистам в точных науках – математикам, физикам, программистам. Дерзайте, рассчитывайте, создавайте, исследуйте. Это очень интересная и многообещающая тема – абсолютно новый класс антенн, точнее возможностей по управлению частотными свойствами. На этом я заканчиваю. Изучайте книгу. Желаю вам удачи!